Алмаз Ахунджанович, я надеюсь, мое обращение президенту дойдет очень правильно, оно очень важно. Часть 3 ст. 66 Конституции четко гласит, что президент является гарантом Конституции прав и свобод человека и гражданина. Эта норма пока неизвестна, как она работает. Единственный раз она работала в отношении бывшего министра здравоохранения, когда создавалась рабочая группа по возбужденным уголовным делам в отношении экс-министра здравоохранения. Неоднократно граждане обращаются в адрес президента защитить их от судебного произвола, от произвола правоохранительных органов. Ранее, когда этой нормы в Конституции не было, президенты всегда говорили, что пусть сам решает суд, пусть решают правоохранительные органы, я не могу вмешиваться в следственные и судебные органы. Это правильно. Но мы же знаем всегда, что судебные органы и следственные органы, они слушают и слышат, что скажет им сверху. И даже сегодня, если президент говорит, что пусть решает суд, то все равно судьи и следственные органы опять же будут смотреть, что скажет президент. Сейчас по так называемому кемперабадскому делу в СИЗО содержатся ни в чем неповинные люди. Я хотел бы акцентировать внимание больше на женщинах. Сегодня Адахан Кимсанбайч уже сказал о них. Если их вина есть, то почему более двух месяцев не ведется следствие? Давайте для того, чтобы друг друга не обвинять, покажем тогда, какие есть доказательства по общественной телерадиокорпорации, по телевидению покажем, пусть все в прямом эфире увидят все эти доказательства. Но этих доказательств нет, поэтому и нету даже следственных действий, никого не вызывают на допросы. Просто два месяца лежат люди в СИЗО. Для этого ли СИЗО создано было? Для этого ли налоги платятся гражданам, чтобы просто так ни в чем невинные люди лежали там, чтобы государство их кормило? Я попросил бы норму этой Конституции все-таки реализовать. Большая просьба к президенту поручить следственным органам в кратчайшие сроки рассмотреть эти дела и передать в суд. А до Нового года рассмотреть обращения граждан, именно содержащихся там в СИЗО, чтобы их отпустили хотя бы под домашний арест. У них не было ни в мыслях захватывать власть, не было подготовки, никто из них не покупал оружие, не собирал людей, не договаривался с кем-либо. Они даже не шли к резиденции, чтобы там к заборам не шли. Не было таких действий. Я с ними не был, не слышал, что там было, но если бы эти доказательства были бы, уже каждый из нас о них уже слышал бы. Каждый из нас хотя бы подготовку к захвату власти увидел бы, но это уже не было. Поэтому огромная просьба, если суд решает, если средственные органы решают, то президент может опять же создать рабочую группу и поручить в срочном порядке рассмотреть. Иначе надо вот этих следователей, судей и прокуроров привлечь к ответственности за то, что они просто так держат там людей. И я так понимаю, что это не только те люди, которые обвиняются по кемперабадскому делу. Таких в СИЗО немало. Поэтому я считаю, что ответственность следственных органов, судебных органов, она тоже должна быть. Нельзя прикрываться просто президентом, прикрываться его поручениями и сидеть тихо. Я считаю, что если они просто сидят и выполняют как чьи-либо приказы, то они тоже должны потом сидеть. А так, большая просьба, раз мы живем в рамках закона или пытаемся жить в рамках закона, большая просьба президенту поручить следственным органам в скорейшем порядке рассмотреть это дело и передать в суд. И обратиться в судебный орган для того, чтобы их отпустили под домашний арест. Я надеюсь, что... Я надеюсь, мое обращение, оно не останется без внимания. Спасибо.